привет друзья значит при приемке очередной квартиры я встретился с еще одним застройщиком таким сказать хитрым застройщиком который ведет нечестную игру и его нечестная игра заключается в том что он накручивает площади каким образом это происходит я уже рассказывал один из вариантов когда кадастровый инженер подсчитывал площадь квартиры и включал в нее промежутки под дверными проемами вот эти растенки по нормам они вот эти площади не должны включаться в общую площадь квартиры и тем самым там было около полутора квадратных метров плюсом дверные проемы были большие выходы на лоджию а вот с этим застройщик первый застройщик мелкий какой-то там был по моему даже на перекопе там малоэтажный дом они строили а вот второй застройщиком такой покрупнее в строй называется и какая ситуация там была значит когда вы идете подписываете договор у вас в договоре есть план квартиры общая площадь квартиры обратите внимание на площадь ваших балконов и лоджий по нормам значит площади лоджий балконов считается с понижающим коэффициентом балкон это коэффициент 03 лучше это коэффициент 05 но в вашем договоре и на ваших планах может быть коэффициент 1 то есть геометрически какая площадь получается 3 квадратных метров эту площадь они включают в общем площадь квартиры и считают вам например по 3 квадратных метров в том случае когда я обнаружил там была лоджия 4 квадратных метра геометрическая то есть коэффициентом 1 а по нормам должны были ее посчитать коэффициентом 05 2 квадратных метра и договоре сумма была общая указана 2 миллиона 600 но также был пункт что общая площадь квартиры стоимость квартиры рассчитывается исходя из стоимости за 1 квадратный метр но не было показателя сколько стоит 1 квадратный метр но это можно вывести например если квартира там 2 миллиона 600 общая площадь указана указана 55 квадратных метров и там где-то получается по 60 может по 55 тысяч квадратных метров и также был договоре указан пункт что при сдаче квартиры если при инвентаризации будет площадь меньше или больше там один квадратный метр происходит или доплата или возвращение денег и вот тут вы когда принимаете квартиру вообще вы должны задаться этим вопросом еще на момент подписания договора у вас договоре общая площадь должна быть подписано верно коэффициент на лоджии балконе должен быть прописан верно также в договоре должно быть указано что общая площадь квартиры рассчитывается исходя из действующих нормативных документов можно прописать с 54 можно найти и нормативный документ как когда свои инженеры подсчитывают общую площадь я сейчас на память не помню этот нормативный документ но постараюсь приложить видео название то есть вы это уже должны анализировать на момент заключения договора но даже если вы об этом не знали узнали об этом только во время приемки вы должны об этом указать в акте осмотра в дефектной ведомости должны написать письмо претензию и я бы не подписывал квартиру не принимал до тех пор пока бы не предоставили технический паспорт на квартиру где было указано верная площадь и на основании это запросил бы перерасчет сделать включил бы юриста потому что потом будет поздно например был случай когда обратились претензии к застройщику уже после того как приняли квартиру на основании того что в техническом паспорте была указана площадь верно с коэффициентом понижающим наложен там была разница по моему три квадратных метров должны были 150 тысяч вернуть и подали в суд первые инстанции значит суд встал на сторону потерпевших то есть должны должен был застройщик 150 тысяч вернуть а потом пошла апелляция и там проиграли проиграли на основании того что квартира принималась без каких-либо претензий договор подписывался никаких претензий не было и человек который приобрел квартиру он уже не смог оспорить то есть если бы он изначально бы все по пунктам прописывал писал бы замечание в акте осмотра дефектной ведомости претензий писал то есть это было дополнительным основанием то что человек не был согласен с этими площадями то есть вы должны были показать и еще застройщик ссылался по моему на гражданский кодекс статью 555 что там было указано что общая площадь квартиры подсчитывается как фактическая площадь у нас есть точные нормативные документы как подсчитывается общей площадь квартиры то есть фактическая но она и есть общих но так как судья не такой специализированной там тонкая работа должен специалист донести обосновать свою позицию общая площадь подсчитывается с действующими нормативами и есть определенный понижение понижающий коэффициент да потому что вы представьте если у вас квадратный метр стоит 100 тысяч а у вас 90 процентов это лоджия и балкон понятно дело не будет не должна стоить квартира и рассчитываться на общую геометрическую площадь умноженное на там 100 тысяч то есть понижающий коэффициент на лоджию балкон и они не просто так они как раз связаны с тем что построить лоджию балкон это менее затратно и нет необходимости платить такие суммы этому будьте аккуратны надо обращаться к специалистам еще до подписания договора к юристам ну я думаю что даже если обратиться к юристам не все юристы могут об этом знать и подсказать поэтому я очень надеюсь что вы не наступите на эти грабли